Если посмотреть на фотографию конца 1905 года, которая подписана как «Ладожский полк покидает Пресню», то можно на самом деле и не понять, где это все происходит, потому что есть какая-то церковь, проход по которому, это даже не улица, это какой-то проход, по которому они идут, тоже совершенно неузнаваемый. Но на самом деле это происходит здесь, потому что церковь Покрова при Святой Богородице стояла раньше на месте высотки. Исторически, как вы знаете, она называлась «Высотка на площади Восстания». Высотка знаменита тем, что здесь снималось несколько сцен из фильма «Москва слезам не верит». То есть там находилась квартира этого профессора, куда заселились Муравьева со своей подругой, Муравьева актриса, я имею в виду. А изначально, на самом деле, здесь был такой, ну такая насыпь, что ли, холм. Его потом пришлось выравнивать как раз под постройку вот этой вот высотки. И мы находимся фактически на крае обороны, потому что вот все, что идет вот туда, вот за... Ну вот опять-таки высотки не было, да, понятное дело. Вот там разворачивались основные бои на этой самой пресне, которая тогда еще никак не называлась, естественно, словом «красная». Это уже дальнейшее название. И сегодня я хочу рассказать про удивительный сюжет, связанный со зданием, находящимся буквально за углом. Там москвичи и гости столицы проходят мимо него, не обращая внимания, потому что там сейчас находится пожарная часть, там шлагбаум, туда не заехать. Но в декабре 1905 года там развернулась настоящая такая драма, трагикомедия в стиле... Есть замечательный фильм, «Оборона, по-моему, 13-й участка» называется. Только все это происходило в январе, точнее, извините, в декабре 1905 года. И документы, которые об этом свидетельствуют, появились буквально недавно. Они появились благодаря профессору университета МВД Егорову. Собственно, на них я и буду сегодня ссылаться. Когда-то над этим зданием возвышалась каланча. Называлось оно «Свежим домом». Я уже об этом рассказывал, в принципе, когда я рассказывал про «Свежий дом» Тверской полицейской части. Это тот самый «Свежий дом», где, ну, по факту зародился дореволюционный российский терроризм, потому что там была написана прокламация «Молодая Россия». Но сегодня речь не об этом, сегодня речь о событиях уже 1905 года. Надо сказать, что, если верить воспоминаниям Вландивера Джунковского, который в тот момент был адъютантом великого князя Сергея Александровича, которого, как вы знаете, благополучно укокошили социалисты-революционеры боевой организации в лице Каляева, то он писал, ну, потом он был, соответственно, помощником, товарищем министра, это тогда называлось, то есть замминистром, потом был губернатором Москвы, ну, и вообще он командовал затем отдельным корпусом жандармов. Так вот, он писал о том, что основные силы полицейские были сосредоточены внутри Садового кольца. За Садовым кольцом сорила анархия. И была полная неразбериха внутри управленческих структур. Ну, например, тут надо, кстати, еще сказать, что в Москве была такая, знаете, троица, да, там был военный генерал-губернатор, гражданский губернатор, и был еще городоначальник. Так вот, генерал-губернатор по фамилии Дурново, не путать с министром внутренних дел, он не владел ситуацией. Он занимался какими-то странными вещами. Джунковский пишет о том, что, например, он спрашивал, почему околоточные ездят с портфелями, да, то есть звонил и спрашивал об этом. Он перемещался по городу, потом, вернувшись в свой дом на Тверской улице, звонил городоначальнику и проверял его, по каким улицам он проехал, то есть ему хотелось знать, был ли отслежен его маршрут, охраняли ли его должным образом. То есть вот такими вещами он его доставал. Нарастают революционные настроения, уже пахнет керосином, а Дурново занимается подобными вещами. В конце концов, у городоначальника, фамилия которого была Медем, он был из немцев, лопнуло после того, как Дурново попросил его приехать на вокзал и встретить какую-то балерину, и разместить ее в гостиничном номере. Это опять-таки написано в воспоминаниях Джунковского, на что, естественно, Медем ответил, что, Медем, извините, ответил, что он не лакей, а как бы высшее должностное лицо. Ну, то есть вот в такой атмосфере это все происходило. Потом этого Дурново пришлось заменить Дубасовым, который оказался более решительным, но и он стал телеграфировать столицу в Петербург, требовать присылку верных войск, потому что была еще одна проблема, очень многие полки в Москве были распропагандированы и, в принципе, уже готовы были присоединиться к восставшим. Основное восстание, штаб восстания находился на Красной Пресне, об этом я скажу в следующем выпуске, когда я буду рассказывать про фабрику Шмидта, а главный пункт обороны, ну, один из главных пунктов обороны был вот здесь. Значит, два документа, которые Говоров опубликовал, они рассказывают... Первый – это докладная записка, собственно, этого самого Медема, в которую он в цифрах приводит состояние полицейских сил на тот момент, а второй документ – это записка смотрителя вот этой самой прессинской полицейской части Бардина. Какие цифры приводят Медем? Например, цифры, касающиеся полного недокомплекта личного состава. Например, из четырех старших чинов лишь один генерал-майор Бутберг, из 126 участковых приставов и их помощников – 96, но имеется в виду в наличии. Из 288 околуточных назирателей – 264, из 150 городовых резервов – 74. Ну и про вооружение очень интересное. Из числа 1865 городовых вооружена революциями была лишь третья часть. Каким образом отстаивать город – непонятно. То есть 1865 городовых. Население Москвы было немаленьким, оно, конечно, не такое, как сейчас, но, тем не менее, если в процентном отношении посмотреть, то это, конечно же, смех и слезы. И дальше он приводит, на самом деле, цифры убитых во время этого восстания. Из помощников приставов ранено двое, из околуточных назирателей убито трое, ранено пятеро. Городовых убито десять, ранено семнадцать. Ну а дальше начинается рассказ этого самого Бардина. Он говорит о том, что уже 9 декабря на Горбатом мосту было убито трое городовых. На Горбатом мосту мы с вами сегодня еще окажемся, только уже в другом выпуске. Их тела были принесены сюда, и затем были разгроблены не первый и третий полицейские участки на самой этой красной пресне. И надо сказать, что по словам Бардина, революционеры не трогали полицейских, они позволяли им уйти, причем в третьем участке даже позволили собрать вещи, проводили их. Но, опять-таки, как он пишет далее, это не спасло их в дальнейшем, поскольку чины полиции не забыли про своих убитых товарищей, и потом, конечно же, они очень жестоко революционеров за этом мстили. Они оказались здесь все, то есть их было немало, порядка ста с лишним человек, но прикол заключался в том, что обороняться было нечем. Потому что, как он пишет, даже те убитые городовые, они были по факту безоружны, поскольку, как он говорит, нельзя же считать оружием револьверы, которые провалялись 20 лет в цейх Гаузи. Ну, а остальных вообще даже револьверов не было, были только шашки. Соответственно, выяснилось, что оружия нет, и нету никакой подмоги, потому что казачий полк, который здесь стоял, он торжественно вместе с единственным орудием покинул это здание полицейской части. Причем на все уговоры Бардина остаться и попробовать вместе как-то защитить участок, был получен ответ, что, это потрясающе, командир ему ответил, что он не имеет права рисковать жизнями своих солдат, поскольку ему угрожает смертельная опасность, к тому же у него мало снарядов к орудию. А почему оказалось мало снарядов к орудию? Да потому что перед этим они отправились, вот там вот находится зоопарк в настоящий момент, они отправились в ту сторону и попали под обстрел дружинников. Никого не потеряли убитыми, но было пять раненых. Они вернулись сюда, выкатили пушку, и, как пишет Бардин, открыли огонь по Белому дому. Но не по тому Белому дому, который находится сейчас, здание правительства, нет, небольшому Белому домику, который располагался вот в ту сторону, результат был потрясающий. Оказалось, что этот Белый дом принадлежал церкви Покрова Богородицы, это было богодельно, и было убито пять богоделок. Вот с таких вот героических, опять-таки, подвигов началась оборона этой полицейской пресненской части. По ним велся обстрел, причем он пишет, что велся как раз-таки с колокольни церкви Покрова. Вы теперь знаете, где она располагалась. Она располагалась прямо напротив, вот на месте вот этой высотки, но обстреливающим было нечего ловить, потому что все они укрылись в дальних комнатах. Кто-то, как он пишет, играл в карты, кто-то пил водку, доктор вообще надел повязку Красного Креста и забился в угол. В какой-то момент решили посмотреть, может быть, есть какое-то оружие, поскольку у них на руках ничего не было. Пошли в Сейгаус и нашли там три старых мушкета времен Екатерины и еще несколько палашей. Или палашей, я уже даже не знаю, как правильно, но специалисты меня поправят, если нужно. Но, как вы понимаете, таким способом не отбиться. Но зато были обнаружены запасы водки, которые, посовещавшись коллегиально, было принято решение употребить по назначению. Употребив по назначению запасы водки, естественно, они воодушевились и решили часть никоим образом не сдавать, а отбиваться поленьями. Как вы понимаете, никакого центрального отопления тогда не было, и все отапливалось дровами. Значит, эти поленья нужно было заострить, и вот с помощью них, короче, отбиваться. Пытались связаться с градоначальником, говорили, что им нужна подмога, но тот логично ответил, что они и сами справятся, потому что их достаточно большое количество людей. На все апелляции к тому, что людей там может много, а обороняться нечем, ответа не последовало. Тем не менее, через несколько дней им было предложено отправиться в пожарную часть ночью и получить там винтовки. Они туда отправились, получили эти винтовки и неограниченное количество патронов. И, как пишет Бардин, он никогда не видел таких счастливых, и вдушевленных людей, просто потому, что у них появилась возможность защищать свою жизнь и, как он пишет, умереть с оружием в руках. При этом, что происходило в городе, они абсолютно не понимали. Ходили разные слухи, что город захвачен революционерами, что войска перешли на их сторону. Периодически доносились выстрелы и глухие залпы орудий со стороны Тверской и МИУСов. То есть, люди находились здесь в полной прострации. В какой-то момент дружинники, увидев, что на их выстрелы не отвечают, сами, грубо говоря, положили на это дело и прекратили обстрел. И так продолжалось до того самого момента, пока не прибыл. Ну, Бардин пишет, естественно, сначала про Семеновский полк. Значит, пришли Семеновцы, расположились сначала вот здесь, в этой части. Мест им всем не хватило, естественно. Сам мин расположился в квартире начальника. И был создан совет с предложением выступать в 4 часа утра и попытаться захватить Пресню, потому что она была уже вся в баррикадах. Это все находилось вот в той стороне. А затем из здания арбатской полицейской части привезли Николая Шмидта, о котором я расскажу отдельно в отдельном выпуске. Мин, надо сказать, попробовал принудить Шмидта написать записку ему на фабрику, чтобы там прекратили огонь, сдали оружие, и тогда, соответственно, людям будет гарантирована жизнь. Но Шмидт сказал, что никакого оружия там нет, он вообще не понимает, о чем идет речь. Мин, естественно, поднажал, Шмидт раскололся и написал таки эту записку на имя некоторых рабочих, которые там у него были. И с этой записки, собственно, Мин отправился на позиции. Но, опять-таки, как пишет Бардин, огонь, судя по всему, был открыт по фабрике еще даже до получения записки Минам. И фабрику эту разнесли просто к чертовой бабушке. Сейчас на этом месте разбит парк. Опять-таки, об этом будет снят отдельный сюжет. Уже в самом конце обороны этой части произошел довольно такой, можно сказать, забавный, но на самом деле тоже трагикомичный эпизод. Дело в том, что во время перестрелки вдруг выяснилось, что ведется огонь по ним с тыла, потому что там находилось общежитие студенческое, по которым они тоже периодически пуляли, но студенты, естественно, его покинули. И тут вдруг по ним открывается шквальный огонь. Они были в полном недоумении, что происходит, даже хотели пулеметную очередь сразить тех, кто их обстрелил, пока не выяснилось, что, оказывается, то здание было занято солдатами. И те, не зная, на самом деле, тоже, что здесь идет оборона Пресненской части, открыли огонь. Вот представляете, в каком состоянии это все пребывало. Вокруг все пылает, значит, некий Ермолаев, купец, носится с просьбой спасти его дом, которому подбирается огонь. Когда выяснилось, что дом стоит пустой, он только что отстроенный, а надо солдатам размещаться, потому что подоспел уже и Ладожский полк, то тогда было принято решение его отстоять. Собственно, там Ладожский полк и разместился. Ну и, наконец, когда был открыт прицельный огонь по одному из зданий, стоявших напротив этой части, туда пробрались такие трое рабочих и начали стрелять из револьверов. Но расстояние было большое, револьверный огонь против винтовочного это ничто. Пару снарядов, дом загорелся, и Бардин пишет о том, как они пытались спастись. Один побежал, спрятался за помойной ямой, но там его и пристрелили. Двое других сгинули в огне в этом самом доме. В итоге полицейскую эту часть удалось отстоять. Бардин пишет, что на просьбы, на просьбы, которые адресовывались мину, пощадить гражданских лиц и их не расстреливать, он отвечал, что он не признает никаких и гражданских лиц, потому что неизвестно, кто по ним стрелял. И Бардин пишет, что это правда. Никто не понимал, что происходит. Таким образом, мы видим картину несколько с другой стороны, которая показывает полнейший хаос, творившийся вообще в московском правительстве, полнейший хаос, который творился, в принципе, тогда в стране. Ну и надо сказать, где-то самоотверженное, а где-то такое достаточно ироничное отношение полицейских чинов к происходящим тогда событиям. Хотя, конечно же, вы должны понимать, что когда убивают ваших коллег, убивают из-за угла, убивают из-под тяжка, то это рождает определенный настрой. И, в общем-то, уже тебе не важно, когда ты ловишь революционера, стрелял он по тебе или не стрелял. Расправы были очень жестокие. Сюда было принесено тело двух, соответственно, семеновцев убитых. Один был в фельдфебеле, второй, по-моему, солдат. То есть, были потери со стороны семеновского полка. И надо сказать, что то, что началось потом, было самой настоящей расправой. Солдат этого самого семеновского полка над дружинниками. Прикол заключается в том, что практически никто из главарей, из предводителей обороны Красной Пресни не пострадал. Но об этом, опять-таки, мы поговорим отдельно. Убитых полицейских чинов, извините за этот глагол, складировали здесь в часовне. И Бардинг пишет про тело начальника московской сосной полиции. Сейчас бы его назвали начальником московского уголовного розыска Вайлошникова. Он был убит на глазах его семьи. Он жил тогда в доме Скворцова в Волковом переулке. Он находится здесь, неподалеку. Дом этот не сохранился. И вместе с ним там было еще несколько тела. Бардин не пишет, конечно, про подробности убийства Вайлошникова, но он был убит бандой Владимира Мазурина, будущего СССР-максималиста. Вообще, надо сказать, что Красная Пресня была прекрасной кузницей кадров для будущих боевиков. И Мазурина называли вообще-то грозой городовых, потому что он их любил отстреливать из-за угла как раз-таки. И убит Вайлошникова был потому, что до этого он работал в охранном отделении. Это нужно понимать, конечно же. Соответственно, к нему пришли, его вывели. Эта сцена прекрасно описана, правда, в переосмысленном варианте у Бориса Савенкова в романе «То, чего не было» или в повести. Правда, там, конечно, Вайлошников изображен таким испугавшимся. У него, знаете, такой какой-то зайчий писк левой вдруг стал издавать. По факту все было несколько иначе. Он сам вышел к нападавшим и, несмотря на уговоры жены, был тут же убит. Тело его было брошено. Сначала оно оказалось в одном доме, но после того, как этот дом загорелся, его перенесли вот сюда, в эту часовню. И Бардин пишет, что когда в часовне уже не осталось места, убитых начали складывать в сарае, который располагался здесь же, рядом с созданием этой части. Прощение за некоторые оговорки, которые я делал в процессе повествования, зачем-то назвал Егорова Говоровым. Ну и было еще несколько моментов, но вы должны знать, что если вы хотите все это увидеть офлайн, то можете приходить на экскурсию в Москве и в Петербурге. В столице 16 февраля премьерная экскурсия по Знаменке от Боголюбского до Троцкого. 22 февраля у нас лекция про Матильду Кшесинскую и Николая II. В Петербурге 1 марта экскурсия, посвященная 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили Александра II. Также набираются группы в туры по Петербургу 2-4 мая в Нижний Новгород, в Вену 19 октября, в Прагу в марте 2021 года, в Париж в январе 2021 года, в Берлин 9 марта в этом году и в ноябре в этом году. Все подробности есть у меня на сайте и в группе ВКонтакте, ссылки вы найдете в описании под этим выпуском. Там же вы можете оставлять комментарии и задавать ваши вопросы.